Рапсодия инблю Это голубая роза, шраб У нас она достаточно высокая и очень красивая Эта у меня роза была пригнута, притянута к земле Вот такая роза Ну что сказать на первый взгляд Перезимовала она прилично Вся зеленая, инфекционного ожога я не вижу И можно ее расправить Дать ей возможность Какие-то особенности обрезки шрабов существуют? Ну, во-первых, санитарная должна быть обрезка Лишнее все срезаем И так как она у нас для розария Обзор у нас получается с газона Для розария она как бы второй план Она нам нужна в высоком состоянии Поэтому я срежу все непродуктивные побеги Оставлю сильные почки Постараюсь это сделать на внешнюю почку Вот это у нас побег цвел в прошлом году Поэтому мы вот эту цветочную развилочку снимаем Здесь тоже самое Достаточно хорошо роза перезимовала Резать ее в одно удовольствие Так Ну, столько побегов нам не нужно Я думаю, что мы вот так оставим коробочку Завилочек Здесь просто поддерживающую высоту То есть это, в принципе, формирующая обрезка И одновременно омолаживающая Нет, ее омолаживающей назвать нельзя, конечно Омолаживающая обрезка Цель достигается Обрезкой рост базальных побегов У нас базальные побеги будут Но нам вот эти вот Непродуктивные побеги Которые без почек Они нам, конечно, не нужны Ну, вот здесь она у нас запуталась Немножко надо ее распутать Вообще, сколько раз в году проводится обрезки роз? Ну, я два раза Я много не режу розы Это весенняя, а вторая обрезка? И летняя, после цветения И то я ее делаю очень щадящую Не делаю так, как многие прямо срезают По одной трети побегов После цветения это после первого цветения Имеется в виду, да? После первого цветения, да То есть цель той обрезки уже вызвать Рост побегов И добиться второго цветения Вот, это ветка цвела Она не содержит почек Поэтому с ней очень легко расправляемся А уже побег, который у нас Обильно насыщен почками Мы их оставляем Мелкие побеги, такие тоже я все убираю То есть, ну вот, особенности формирования этого кустика Они совершенно другие, чем при обрезании чайно-гибридной Конечно Где освобождается серединка Здесь все-таки он образует более такой плотный куст Вы знаете, мы его растянем попозже Когда будет потеплее и польем Будут мягче побеги Сейчас они немножко суховатые после зимы Все-таки три слоя укрытия Ну, как бы и зима была не снежная Вот чувствуется, что розе мало воды Она хочет пить Мы ее напоим И мы проведем уже окончательную обрезку Расправив ее по всему объему, диаметру Здесь у нас растет роза Которая имеет в корнях и в генотипе своем Какие-то дальних родственников старинных роз Потому что у нее листва, как у старинной розы И роза изумительная Я ее очень дорожу Потому что она пахнет ландышем Это достаточно редкий аромат для роз И, конечно, я рада, что такая роза есть Но определить я ее никак не могу Поэтому она назовется, вот, Берочка Розовый ландыш Вот уже хороший срез А вот эту центральную слабенькую веточку вы оставите? Вот эту? Да, да, да Я ее, наверное, оставлю Просто мы ее заведем немножко вот так сюда И мне хочется... А то, что будут перекрещиваться ветки? Ничего страшного Конечно, когда много веток и они все перекрещиваются, это не дело Но в данном случае здесь вот несколько достаточно, немного побегов Вот на них есть морозобойные Я это все замажу Бальзамом и тисто И ранетом Вот эти пятна тоже я не буду розовую из-за этого сильно резать Потому что мне хочется сохранить Вот эту, конечно, я уберу Вот это настоящий инфекционный ожог Роза Как бы страдает И здесь я сделаю срез на внешнюю почку Так Ну, эту не хочется мне резать Значит, все-таки какие-то поврежденные побеги можно обработать чем-то? Да, я стараюсь Я один год, вы знаете, вообще не резала инфекционный ожог И добилась хорошего, сильного первого цветения После... Ну, залечила Просто вот эти вот пятна зачистила лезвием И залечила бальзамом и тиско и ранетом Рая, ну сейчас я хочу, чтобы вы рассказали нам небольшой лайфхак Как вы удобряете розы весной Как вы готовите грунт И вообще, мне кажется, что это один из основных секретов Красивых, здоровых роз Ну, любой организм любит питание Не только розы И в том числе сорняки Поэтому, так как мы используем и удобрения, и хорошую землю И любим свои розы, и частые поливы Сорняки, конечно, нас будут мучить Поэтому мы кладем темный лутросил И мучируем, ну вот в данном случае сосновой корой Из леса Ничего не дезинфицировали И в принципе, это нам ничего не мешает Ну, это немножко не экологично, но все-таки, наверное, практично Практично Значит, что я делаю? Я немножко открываю основание розы Я положу конский навоз Я положу несколько видов удобрения Почему я сейчас объясню И обильную розу польем Ну, так довольно смело То есть, в принципе, можно не бояться там повредить какие-то нежные корешки Ну, по поверхности их нету розы По самой поверхности Поэтому это, конечно, не страшно Здесь просто растут побеги А корни в них все идут гораздо ниже Вот начинаются только, вот видите, в то же время и сорняк То есть, мы работаем вот прямо в непосредственной близости от куста Да, но мы делаем немножко по диаметру кроны это все Вот у меня мешок с конским навозом Прекрасным, перепревшим Щедро его насыпаем Достаточно Не жадничая Ну, примерно по объему Это получается около Две трети ведра ведро В зависимости от куста Эта роза у нас очень любит кушать Ну, вот перепревший навоз Он, наверное, уже абсолютно безопасен Вы знаете, и свежий навоз И свежий И свежий навоз, не страшно Самое главное, что он есть Что вы розу можете подкормить И роза не будет голодать И мы добьемся хорошего цветения Я кладу всегда минеральное удобрение Особенно это весной Для того, чтобы были крепкие побеги Хорошие, хорошая наполненность Хорошего содержания Я кладу кальциевую селитру Можно ее разводить В воде отдельно, делать подкормки Можно ее использовать еще подкормку по листу Но это уже надо будет делать позже Сейчас достаточно мы вот так По периметру кроны Подкормим кальциевые селитры Достаточно щедро Возьмем еще просто Обычно любое удобрение Главное состав, чтобы был Даже вот закрою производителя Чтобы оно было Содержало и фосфор, и калий Можно меньше процента азота Потому что навоз, конечно, это азотное удобрение Ну оно комплексное, но в основном оно и азотное Тоже щедро так вот Достаточно горст И я всегда еще добавляю любое удобрение Которое содержит микроэлементы Или можно взять отдельные добавки Ну, как правило, отдельные добавки я не делаю Я делаю удобрение Ну, где-то со спичечной коробок Разбиром Вот все Все наши добавки Не буду шелестеть пакетами Значит, мы их немножко так вот заделаем в почву Прикроем все обратно Все вернем Все наше мульчирование И щедро польем водичкой Все В этом розаре у нас растет и плетистая роза Сорт Аполблоссум Роза однократного цветения Цветет она длительно Начиная где-то с числа 20 июня и весь июль Цветки, как цвет яблонь Что и отражено в названии Роза очень душистая, ароматная Около нее много шмелей и много ос Ну, а пчел у нас нет К сожалению Сейчас мы ее поднимать и резать не будем Потому что надо приготовить опоры Надо ее пролить, чтобы были помягче, поэластичнее побеги У нас сегодня включили воду Мы это сделаем И вот можно посмотреть, что резать нам Ну, надо будет просто провести небольшую санитарную обрезку Роза цветет на побегах прошлого года Поэтому обрезка будет у нее минимальная То есть исключительно санитарная обрезка Исключительно санитарная обрезка Ну, и вот, Рай, смотри Мы же рассказываем про те розы, которые растут в Ленинградской области Потому что большинство тех сюжетов, которые есть сейчас на канале YouTube Они рассказывают про южан, где обрезается все достаточно серьезно У нас все-таки, если производить такую обрезку, то, наверное, ничего и не останется Нет, останется, конечно, но добиться пышного цветения у роз на побегах прошлого года Можно только тщательно, сохраняя вот эти побеги У нас этот розарий был укрыт тремя слоями лутросила, достаточно плотного И вот в таком укрытии под дугами роза хорошо зимует Лучше не торопиться с укрытием роз Ну, терпимо относиться к этим беленьким укрытиям, что делать Такая у нас погода Но зато немножко пройдет буквально неделя И можно будет любоваться красивым садом Рай, ну мы приедем обязательно к вам, когда у вас будет все цвести Хорошо, приезжайте И посмотрим, как оно выглядит на пике декоративности Хорошо, приезжайте Спасибо вам огромное Смотрите наш канал И мы будем рассказывать о розах еще все лето До свидания До свидания Небольшой лайфхак Когда раскрывать розы Обратите внимание на березу Если сережки на ней начали распускаться, цвести Береза зацвела Почечки ее раскрылись и стали размером с ноготь Из них показался маленький зеленый листик Значит, земля уже достаточно прогрелась И вы можете смело раскрыть ваши розы И заняться обрезкой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова